здравствуйте дорогие мои друзья знаете советское время была песня хорошая песня такая про гагарина родина слышит родина знает как в облаках ее сын пролетает хорошая красивая песня о временах может быть не легких но когда у людей была какая-то надежда вера цель мы куда-то шли а сейчас какой-то театр театр шоу боевых карликов так вот так мне кажется знаю как вам вчера видели как наш верховный правитель в питере подошел опять простым людям и женщина пожаловалась ему на то что как тяжело жить на 10 с небольшим тысяч рублей и он сказал да я знаю я я понимаю что плохо но мы работаем над этим мы над этим работой мы ночи не спим и все будет меняться кажется ну нормально действительно то есть такой посыл нам что не думайте что что я не знаю о том что вы страдаете нет я вместе с вами как у леонида филатова мажу чем там бутерброд и вижу как народ нет не так но все равно верите ли вы вот даже вот в это в это такое или это постановка опять мы же знаем что простые люди то вообще там не подходит это опять наверно переодели работницу фсо под пенсионерку под чтобы она обратилась к нему это нам посыл с вами что подождите потерпите еще потерпите сейчас сейчас все будет меняться мы помним мы знаем мы думаем о вас уже десятилетия думают о нас а становится все хуже и хуже то есть сколько там миллионов за чертой бедности 20 они говорят 20 миллионов получают меньше десяти тысяч еще 20 миллионов получает меньше там пятнадцати ну и так далее и так далее а песня старая потерпите у нас очень важные дела мы тут занимаемся большими играми а вы сидите жрите свои эти свой черстый хлеб но батюшка царь подойдет потреплет вас по плечу сказать я понимаю как вам тяжело но мы же уже работаем уже работаем и знаете хочется знаете чтоб что-то менялась действительно всем всем мне вам хочется чтобы но какие перемены были но надежды то особо нету на этих людей потому что они не умеют просто не знаю хотят не хотят не умеют у них нету даже кто вот вся вот такая это железная вертикаль власти она же гнилая насквозь они просто не умеют ничего делать даже хорошее какое-то распоряжение она просто провалится исчезнет будет просто дымок такой образуется вонючий след от от ушедших денег такой флер пойдет потихонечку хотелось бы почему у нас все время должно быть все вот все здания вот эти должны с грохотом падать то есть вот когда там это вот верхняя маковка наконец-то уйдет и все это начнет сыпаться все эти мерзкие людишки начнут куда-то деваться хотя куда не могут деться также будут цепляться за свои эти так так иска будут говорить каждый из них мы знали что это все подлецы но мы думали тоже о народе все вот это вся вертикаль вся гнилая вертикаль думает о народе какое-то вот знаете как по телеку вот эти шоу мы смотрим все ужасающие вещи так припудренные прикрашенные действительно блестящая обертка и гнилое содержимое верите вы что женщина была настоящая и что он знает и он помнит что эти слова должен до каждого бедняка до каждого нищего дойти что верховный правитель знает легче от этого что он знает жалко жалко что не не может все все меняться как-то знаешь эволюционно просто вот ну понятно что процесс развития а тут идет процесс деградации и попытки эту деградацию каким-то дешевым гримом загримировать не исправить что-то а загримировать вот этот уже гниющий труп ну я надеюсь не страны а только только вот этого режима боевых карликов таких брутальных боевых карликов не печалимся всегда всегда россия все равно уж как ее нет а не роняли все равно как-то потом поднималась когда вот эти вот костлявые руки вот этих мерзавцев ослабевали как-то начинала самому из-под асфальта прорастать понимаете чем жестче власть тем но отсутствует развитие то есть там где они начинают регулировать это все равно как какая-то химическими реагентами поливать все вымирает под ноль как только их и взор устремляется какой-то в коках в какое-то другое место начинают вот эти росточки проявляться не умеют они управлять это даже не двоечники это колышники тупые без фантазии у двоечников еще фантазии может если они там на парте то может быть рисуют какие-то вещи колышники просто сидят ничего не знаю ладно дорогие друзья мои пока